Всем привет! Вы на территории Береза. Последние новости по переговорам между Зенитом и ПСЖ насчет возможного трансфера Малкома. Переговоры эти, к сожалению, все еще идут. Французы, к сожалению, все еще не вышли из сделки. Продолжают мне действовать на нонировое. Продолжают играть на тонких, чувствительных струнках моей сине-белой-голубой души, всякие различные мрази. В первую очередь из нерезиновой, но тенденция уже хорошая. Руководство Зенита до последнего стоит за свои интересы. И оно поставило перед французами практически неразрешимые задачи. Во-первых, оно, как я уже вчера говорил, не собирается вообще отпускать Малкома просто так поиграться в аренду без обязательного выкупа. А во-вторых, если будет трансфер, то полноценный и не ниже 40 миллионов евро. Той самой суммы, за которую, собственно, Зенит купил Малкома у Барселоны. Это значит, что, скорее всего, ПСЖ, вот сейчас еще немного поторгуется и, не добившись ничего, переключится на других. Предпосылки к этому я уже вижу, потому что буквально несколько часов назад французы отправили запрос в клуб ПСВ Эндхоен. Кстати, из Голландии огромный привет спортачам, которые защищают голландца свинку Промеса. Отправили парижанин запрос в Голландию, в ПСВ Эндхоен, чтобы купить полузащитника Бакайока. Если они еще немного поторгуются и Зенит не сдастся в свои позиции, то парижане переключатся вскоре на Бакайока. А Малкома оставят в покое. И нас всех оставят в покое. Сейчас пока рано говорить, что наша победа, но пока предварительно то, что сейчас происходит, меня очень радует, потому что вот эта вот неопределенность, вот эти вот трения, вот эти вот разночтения, разногласия, они всегда, как говорится в юриспруденции, в пользу обвиняемого. И сейчас чем больше вот этого всего будет, тем больше вероятность того, что на весну наши лидеры останутся у нас. Почему это так важно для Зенита? Потому что сейчас Филипп Силомалком – это не то, что… не просто лидер, как был Сердар Азмун. Но Сердар Азмун был один из. А Филипп Силомалком – это единоличный лидер, который всю осень за уши, как барон Мюнхгаузен, тащил нас к первому месту. Больше всех вкладывал работы в итоговое промежуточное первое место и в набранных 42 очка. Малком наколотил за осень 2022 года невиданную доселе 12 мячей в чемпионате. Две над цать. Плюс еще два мяча в кубке, один мяч в суперкубке. И такой Малком – это, безусловно, золотой актив Зенита. Если Азмуна наши смогли заменить Юрия Альберта, то Малкома нам заменить, по сути, некому. Почему? Потому что, во-первых, разрушатся цепочки между полузащитой и нападением, разрушатся системы созидания, разрушатся командные связи, заново их устанавливать. Это надо было продавать Малком еще в декабре. Сейчас это будет уже делать поздно. И поэтому я думаю, что никуда. Я надеюсь, очень-очень-очень надеюсь, что Малком никуда не уйдет. Потому что если уйдет, в Зените будет просто коллапс. Азор, позор очков зашили. Это ведь лучше всех. И поэтому уже сейчас потирает ручки и говорит, что если Малком уйдет из Зенита, то Спартак будет чемпионом России. Но только есть один нюанс. Азор Позорович как-то слишком поздно уж начал потирать ручки. Уже тогда, когда стало более-менее понятно, что никуда Малком в это зимнее окно не уйдет. Ну а что будет, если он уйдет? Зениту будет пиздец как сложно. Просто пиздец как сложно. Потому что Бакаев... Ну, есть, конечно, вероятность, что Бакаев выстрелит. Но с точки зрения качества игры, Бакаеву до Малкома как раком до Китая. И нет вообще большего обозримой галактики. Ни одного такого футболиста, который сразу влился бы как влитой в команду и повел бы ее за собой к звезде. Без Малкома Зенит будет уже совсем не топ. Поэтому нам надо всеми силами за него сыпляться. И слава богу, наше руководство это прекрасно понимает. И наше руководство не сплавляет Малкома задешево. Наш руководство стоит за Малкома до последнего. То, что сейчас происходит с ПСЖ, я думаю, знаете, что происходит? Они просто не хотят потерять дружеских связей с ПСЖ. Но они своими действиями показывают, что десятку Зенита они хотят оставить в клубе очень и очень сильно. Не любой, конечно, с иной. Деловой связи тоже надо поддерживать. Но для того, чтобы оставить, руководство Зенита приложило все усилия. И я очень надеюсь, что эти усилия не пропадут зря.